Ну, здесь точно альтернативный отдых. Как-то всё более пологое такое, а здесь уже и камни есть. Знаете, куда мы попали? На Нодистский пляж. Здесь? Здесь. Опять? Чё, готова идти на Нодистский пляж? Здесь такие горы приходится преодолевать. Ухта широкая, людей практически нет. И сейчас по степным дорогам наш путь лежит в посёлок Новоотрадное. Он лежит на берегу Азовского моря. Уже такое туристическое немножко место. Посмотрим его. Следующая наша точка. Уже море видно. Вот это да! Спуск. Все там отдыхают. Сюда ездят, наверное, всё-таки больше любители дикого отдыха, потому что из инфраструктуры здесь особо ничего нет. Да, видно, что машины вдоль берега стоят. Люди купаются с палатками. Живут здесь. Видимо, село какое-то совсем небольшое, потому что справа только виднеются дома, слева уже море, здесь ничего уже нет слева. И везде вывески стоят. Всяких гостиниц, домов гостевых, отелей. Есть и крутые дома-то. Да. Так что здесь можно где-нибудь остановиться, посмотреть, пройтись туда. Давайте. В магазинчике что-то здесь? Вон тут можно где-нибудь встать. Давай. Будем остановиться? Да, да, конечно остановимся. Тут, я думаю, центральный пляж. Что-то похоже очень. Кажется, что мы все-таки приехали в какой-то центр. Памятник. Заход с другой стороны к нему. Кафешка видно. Всякие там вещи для моря. Кафе-остров. Ну, здесь точно альтернативный отдых. Ярмарка. Продают. Что-то посмотрим, что продают. Здравствуйте. Там что-то у вас не написано. Отбузики, дыньки. Все есть. Вот здесь все оставляют машины и идут на пляж. Не особо разговорчивые. Я вижу продавцы мыли, но ладно. Ну, посмотрим, какой здесь пляжик. И сколько народу отдыхает в этом селе. Очень интересно. Бывать в новых местах. Ну да, здесь что-то подобие центральному пляжу. А, даже детский лагерь здесь. Прям на берегу моря. И здесь у нас идет Казантибский залив. Для многих, наверное, даже очень знакомое название. Ну, песочек здесь. Ну, море чистое достаточно. Чистое. Это Азотское море здесь. Народу, в принципе, здесь немного, я вижу. Места точно всем хватит. Но мы планируем останавливаться немножко в другое место. И зайдем в магазинчик. Вот он такой. Называется Аджибай. Нам всегда интересно заходить в такие магазинчики маленькие в селах. Но здесь видно, что заточено все на отдыхающих. Покажу вам, какие здесь цены. Останавливайте на паузу видео. Посмотрите. Мороженький. Да нет, здесь в магазине большой выбор, видно. Крымский пломбир тоже есть. 75 рублей стаканчик. Купили мы две бунки местного хлеба. Мне сказали, что из здешней пекарни. Ну, попробуем. Да, посмотрим, попробуем. Сколько стоит хлеб? Ну, все вместе 70 рублей. 35, значит, где-то 35-35. У нас есть все с собой. Вот единственное, не хватало хлеба. Поэтому не удивляйтесь, почему мы только хлеб купили. Потому что, собираясь в путешествие, мы берем все свое. Потому что знаем, что если мы поедем в какие-то места, там может магазином не быть. Почему люди туда едут в такие места? Потому что не все хотят отдыхать, где там шумно. И всякие глупосадники. Это же жара. Мы посмотрели Новоотрадное. Сейчас едем на село Золотое. Оно расположено также около Казантипского залива. Также на берегу. И его уже вот даже видно. Оно там будет находиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали мы в Золотое. У нас сегодня только приехали, уехали, приехали, уехали. И, кстати, даже верную дорогу нашли. Потому что я здесь вообще понятия не имею. Где здесь центральный, плешний, центральный. Здесь сразу видно, что гораздо меньше отдыхающих, чем в том же Новоотрадном. Какие красивые бухточки здесь. Уже даже каменистые. Здесь, наверное, даже в масках будет интересно поплавать. О! Это все в ракушке. А здесь уже, да, песок в перемешку с ракушкой. Пейзажи здесь уже вообще отличаются от Новоотрадного. Там как-то все более пологое такое. А здесь уже и камни есть, и мысы. Искала информацию в интернете, почему золотое называется золотым. Ну, такое название дорогое, да? Болото здесь, что ли, или что? Написано было, что золотое. Из-за того, что здесь цвет песка, такого красивого оттенка. И якобы больше нигде такого света нет. Знаете, какое место мне напомнило золотое? Мы были в курортном, тоже Керченский полуостров. Мама русская по-другому. И там вот такие же бухточки, такие же дикие пляжики и такие же камни. Даже не знаю, что это за порода такая. Село золотое может быть известно тем, кто любит отдыхать на генеральских пляжах, потому что именно здесь они начинаются не со стороны Керчи, а с другой стороны. Так что здесь тоже можно заехать и посмотреть бухты генералов. Вытягивают. Смотри, линей, смотри. Ого. Не, 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 это мало. Перепидываю. Все такие, селфи. Да. Без селфи дадимся. 5 долларов селфи. Едем по Караларской степи, и она сейчас такая сухая, а вот когда мы были весной, и здесь все пышело, просто зелень, цветы, тюльпаны. Какие сейчас запахи стоят, сухостой, вот прямо как будто чай какой-то хочется заварить, и даже из этих трав. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, мы приехали на одни из лучших пляжей в Крыму. Добро пожаловать на Генеральские пляжи! Это то место в Крыму, в которое хочется возвращаться, если ты хотя бы здесь один раз был. Я здесь уже много раз была, и каждый раз возвращаюсь и просто наслаждаюсь, потому что это дикие пляжи, здесь практически нет народу, и в зависимости от времени года они выглядят всегда по-разному. Упование для сердца. Слышен шум волн. Птички. Никого вокруг. Единение с природой. Естественно, мы будем сегодня ночевать на Генеральских пляжах, и нам нужно что сейчас? Конечно же, найти место для нашего лагеря, для того, чтобы поставить палатку, сварить, покушать, потому что за время путешествия я уже, честно говоря, проголодалась. И вот мы нашли какую-то вот эту бухточку, остановились. Нужно посмотреть, насколько нам будет здесь удобно вообще. Поэтому я спускаюсь вниз, а папа вот ушёл туда, на оконечность мыса, чтобы посмотреть. Представляете, никого нету! Дикая природа. Нету людей. Здесь просто суперкруто! В этой части мы ещё никогда не были, мы заезжали с Керчи. В целом, пейзажи похожие, но каждая бухта всё равно неповторима. Но до них, да, топать и топать. Обратите внимание, сколько здесь вот таких странных камней, причём некоторые имеют такую ровную форму, как будто это что-то, созданное руками человека. Люди вон тоже останавливаются наверху. Но всё равно со стороны Золотого гораздо меньше людей, чем со стороны Керчи, потому что в Керчи там уже делают во всю новую дорогу хорошую. Была она до этого разбитая очень, а сейчас будет трасса до Чекракского озера, до Курортного. Поэтому с той стороны генеральские пляжи, ну, лично моё мнение, что они перестанут быть дикими. Знаете, куда мы попали? На Нудистский пляж. Здесь даже на камне написано, что это Нудистский пляж. Вот он там внизу, на камне надпись такая большая. Но я не вижу голеньких людей. Возможно, что он не пользуется популярностью. Я, конечно, сейчас скажу родителям, что мы попали в гости к Нудистам. Будет интересна их реакция. Либо остаёмся, либо едем дальше, ищем другую бухту. Я дошла до мыса. И знаете, что я там увидела? Там внизу Нудистский пляж. Там на камне написано надпись «Нудистский пляж». Здесь? Здесь. Опять? Что, готова идти на Нудистский пляж? Но там людей нет. Вот конкретно здесь Нудистский пляж, а там нет. Там прямо на камне надпись огромная «Нудистский пляж». Остаёмся здесь или едем дальше искать? Дальше? Да, проедем дальше. Здесь, в общем, народу очень много проезжают. Ну, все останавливаются, да. Собаки у нас уже накормили собак, но не мы. Их угостили, да. Да, Мишка? Ну, потому что глазки такие добрые. Как не угостить? Ну, поедемте дальше. Поехали, ну. Там всё равно ещё бухты будут. Вода есть? Внизу вода. Здесь такие горы приходится преодолевать, чтобы проехать вообще. Приехали мы к очередной бухте. Бухта называется Сююрташская, потому что здесь есть одноимённая гора. И археологические раскопки, городище, оно вот где-то, где-то вот здесь вот. Если бы мы остались здесь ночёвкой, можно было бы погулять. Бухта широкая, людей практически нет. Ну, вот в некоторых местах только стоят палатки. Мне кажется, классное место. Как вы могли заметить, что здесь находится река, точнее, балка. Она не полностью наполнена водой. И, видимо, когда сыро, осень, то, скорее всего, она соединяется даже с морем. Нашли мы место нашей ночёвки, выгрузили все вещи. И будем сейчас разбивать лагерь. Здесь около таких камней. Ну, сразу видно, что здесь уже люди становились лагерем, потому что здесь, во-первых, видите, какой крюк. Это что значит? Это что тент натягивали. Видишь? У нас тента нет, мы просто будем палатку ставить, и у нас будет с таким вот прекрасным видом на море уже закат. Ещё всё здесь, конечно же, покажу, но сначала будем ставить лагерь. Такие здесь скалы. Живность всякая, естественно. Дикие пляжи, поэтому без живности никуда. А вот эта вот дорога идёт, это вот маршрут по заповеднику. Там есть несколько маршрутов по заповеднику, и поэтому и дороги можно ездить на машине. И, кстати, это первый раз, когда мы ночуем у моря с палаткой. Вот настолько близко. Змеи! Что там? Комары! К дубу не подходи, я тоже голодная. Игра! Продолжение следует... Для скалы!